Ребят, всем привет из Сочи. Сегодня 10 марта. Два дня меня не было на связи. Почему? Ну, потому что я выпустил видео о матчах, которые состоятся сегодня и которые состоят вчера. Я выпустил за два дня посмотреть, сколько наберет просмотров. Ну, в принципе, 400 просмотров. Как бы нормально, стандартное количество просмотров, учитывая праздники. Знаете, я думал, что на праздники будут смотреть видео. Нет, на праздники видео у нас не смотрят. У нас в России на праздники 7-8 числа все были заняты другими делами. Сегодня разберем игровой день, который сегодня у нас представлен несколькими матчами не только Лигой чемпионов, но и чемпионатом Англии и чемпионатом Испании. Начнем мы по традиции с основного такого гвоздя программы. Это Парис Инжермен в Барселоне. Встречаются они в Париже в ответ на матчи. В первом, напомню, одержал победу Парис Инжермен со счетом 1-4. Эту победу мы предсказывали. Почему? Потому что накануне Барселона выиграла 5-1 у Кадиса, по-моему. И было понятно, что она больше двух голов не забьет и вообще проиграет. Кстати, напомню, что единственный гол Барселона забила с пенальти. Это сделал Месси. Вот и все подвиги Барселоны в этом матче. Чего ожидать в ответ на матч? Вы знаете, ожидать можно чего угодно. Вопрос, что заиграть. Вчера блестяще зашли наши прогнозы. Мы просто брали Баруси и Сивили. Обе команды забьют. И просто победу Ивентуса. Не проход, а именно победу. На победу Ивентуса давали 1-48. На обе забьют Баруси и Сивили 1-58. И головы в боях таймах 1-59. Все это позаходило, короче говоря. И Ивентус, как всегда, обосрался. Очень странная игра была со стороны Рональда, который все время мазал. И последний решающий гол в дополнительное время забит по мини Рональду, который, стоя в стенке, развернулся спиной к бьющему. И раздвинул ноги, чтобы мяч пролетел между ног. Специально или нет, я не знаю. Просто хочу сказать, что Рональду это португалец. Он португалец этнический. Он с острова Мадейра. И они проиграли именно Порту. Возможно, Рональду там, значит, как-то там причастен. Но там судья начудил. Я просто хочу, раз речь зашла, рассказать о том, что, во-первых, два Сергея поучаствовали вчера в подвиге победы, значит, Португалии. Во-первых, Серджио Консенсайо – это тренер. И Серджио Ольвера забил гол. Вот так вот Порту. И, значит, что касается Ювентуса, то его просто убили. Значит, в первой игре они привезли себе гол. И на 92-й минуте за снос Рональду пенальти не был назначен. Во втором ответном матче судья назначают в первом тайме гол в ворота, значит, пенальти в ворота Ювентуса. И во втором тайме за чистую игру рукой португальца своей штрафной даже не останавливает игру, даже не стал смотреть. Ну, что это как не слив Ювентуса? Просто Ювентус слили, откровенно слили. Это было понятно, мяч не шел в ворота. Перекладина, штанга, значит, все мимо. В общем, какой-то кошмар. В общем, я выложил на своем видео гол, который, значит, в конце забили португальцы. Короче говоря, чего ожидать от пассажиров Барселоны? Обе команды забьют. Это раз. Победа Барселоны в первом тайме по угловым. Это два. Я посмотрел, как Барселона играет в ответные матчи против ПСЖ. Во-первых, им нужно бежать, им нужно атаковать в первом тайме. То же самое вчера было и в обеих встречах, когда Севилья побежала в первом тайме отыгрываться и победила по угловым. И также Ювентус Порту, то же самое Ювентус, победил в первом тайме по угловым. Ждем вот этого самого примерно от Барселоны. И, кстати говоря, и от Лейпцига. Лейпциг, скорее всего, победит по угловым. Я хочу сказать, что ПСЖ с Барселоны, когда играют, у них всегда проходят обе забьют. Ну, практически всегда. Скажем так, 80% ОЗ. И счета такие 1-4, 6-1, 3-1, 1-1. И один раз только было 2-0 в 15-м году, 21 апреля. Но это было в Барселоне. Я думаю, что в Париже такого не будет. В Париже обе команды должны забивать. И серия тут следующая. ПСЖ сыграло 6 таймов подряд, с тоталом больше 1,5. То есть, в этом матче будет минимум 2 гола. Я думаю, что голы будут в обоих таймах. Обе команды забьют. 2,5 больше. Барселона, возможно, даже здесь и выиграет со счетом. Что-то типа 1-2, 2-3. Какой угодно может быть за счет. Как вчера Баруси. Почему? Исход ясен. 4-1, ПСЖ выиграл на чужом поле. Что касается по угловым в 20 матчах. 5-4 ПСЖ. Ну, я уже разбирал, что тут говорить. В том видео все есть. Кто хочет уверенную ставку, заходите ко мне в группу. И более уверенные, хорошие коэффициенты. Мы сделаем двойник, тройник, четверник, что угодно. Значит, Ливерпуль, Лейпциг. Здесь тоже примерно мы ждем победы Лейпцига по желтым карточкам в этом матче. По фолам, по угловым в первом тайме. И, значит, Ливерпуль не пропускает в первом тайме 8 матчей. Но когда-то он должен и пропустить. Вообще, я в этом матче не буду брать исходы. 0-2, Лейпциг проиграл первую игру. Мне кажется, здесь люби команды забьют. Может, что-то типа 1-1. Может быть, 2 с полной больше. Вообще, мне хотелось бы, чтобы здесь было тоже ОЗ. В первом матче ОЗ у них не было. Теперь другие матчи. Атлетик, Атлетик. Здесь чемпионат Испании. Атлетик идет на первом месте. Атлетик, Кони, может выиграть на своем поле уже 4 матча подряд. Последнюю игру с Мадридом, с Реалом сыграл 1-1. У Атлетика плотный график. Они следующую игру играют с Хитафи 13-го числа. Там они будут сливать, потому что потом им ответочку играть в Лиге Чемпионов с Челси. А первую игру они дома проиграли 0-1, по-моему. И как бы там все серьезно. И там надо будет готовиться. Поэтому они должны выигрывать сегодня у Атлетика. И коэффициент на это дело очень хороший. А Хитафи будут сливать. Вот и все. Они с Атлетиком играют очень хорошо. Никогда ему... Ну, в последних 5, по крайней мере, матчах они имеют 4 победы из 5. И только крайний матч они сыграли с ними в ничью 1-1. Так, вру. 2-0. А все 5 матчей они выиграли 1-1 с Реалом. 2-0, 3-2, 2-0, 3-1, 2-1. То есть здесь просто-просто-просто победа Атлетика. И я бы не полез здесь с Татало. Потому что там Суарес. Если он выйдет, он может и нас забивать, и навалять. Атлетика идет на первом месте в чемпионате Испании. Ему нужно отрываться. Он понимает, что в Лиге Чемпионов, наверное, они Челси уже скорее всего не смогут пройти. Хотя все будет в этой жизни. Ливерпуль же прошли. В прошлом году они прошли. Победив Ливерпуль именно в ответном матче у них дополнительное время. Поэтому, чем черт не шутит. Значит, здесь просто победа Атлетико. Коэффициент 1.80. Ну, кто боится, возьмите какой-то фора 0 за 1.35. Какой-то вот такой. Это железобетон. Атлетика, железобетонные команды. Значит, и последний гвоздь нашей программы. Это Манчестер Сити Саутгемптон. Здесь ситуация следующая. Манчестер Сити играет в плотном графике. Они через три дня играют с Фуллумом. И там они могут слить. Почему? Потому что уже 16-го они играют с Баруси. Там все серьезно. Но Баруси они обыграли в первом матче. Но все равно. Лига чемпионов это Лига чемпионов. И надо готовиться и со всей серьезностью подходить к любой встрече. В рамках этого турнира. Которые, кстати говоря, ждут серьезные реформы в ближайшие несколько лет. Но об этом отдельно разговор. Поэтому Манчестер Сити и Саутгемптон, когда играют, у них все время обе забьют проходят. 2-1, 3-1, 4-1 и так далее. Но больше одного гола Саутгемптон им как-то не может забить. Саутгемптон, напомню, одна из пяти команд, по-моему, английских, которые регулярно играют два с полной больше. Такие как Арсенал, Челси, Манчестер Сити, но не Ливерпуль. Значит, Останвилло, по-моему. Вот, значит, Саутгемптон. Вот так они и играют. Значит, Манчестер Сити имеет гигантский отрыв от идущего на втором месте Манчестер Юнайтеда в 11 очков. Если Манчестер Сити проиграет в этом матче, ему за это ничего не будет. Абсолютно ничего не будет. Они ничего не потеряют. Но это просто как разминка, как тренировка. Они должны играть в искрометный такой футбол. Здесь голы в обоих таймах, я так предполагаю. Манчестер Сити крайне редко выиграет 1-0. Практически никогда. Он все время 2-0, 2-1, 3-1. Я думаю, что голы в обоих таймах – это хорошая ставка. Выгодки Манчестер Сити ему совсем не обязательно здесь выиграть. На победу дают, во-первых, 1-20. Это ни о чем. Но без обьет дают 2-36. Вот это уже, как говорится, о чем-то. Но голы в обоих таймах. Поэтому Манчестер Сити проиграл последнюю игру Юнайтеду 0-2 на своем поле. В Англии может быть все что угодно. Мы в этом убедились на примере Ливерпуля. Если Саутгемптон выиграл последнюю игру у Шеффилда 0-2 в гостях, может ли он вторую подряд выиграть? Может, но вряд ли. То есть здесь получается 2 серии. Вряд ли Саутгемптон выиграет вторую подряд на выезде. И вряд ли Манчестер Сити проиграет вторую подряд дома. Но коэффициент на победу, повторюсь, дается в серию 1-20. Может ли здесь быть 0-0? Может быть все что угодно. Но я думаю, что Манчестер Сити все-таки должен после поражения от Манчестера Юнайтеда не ударить в грязь лицом и реабилитироваться. Все-таки у них есть начальство, которое недовольно. Они платят зарплату, они требуют голы, требуют результат. Саутгемптон никуда не вылетает. 33 очка, 14 место. Ничто ему не угрожает. Он никуда ни к чему не стремится. Значит, здесь победа Манчестер Сити в первом тайме по угловым. Вот такая моя ставка. И, пожалуй, все на этом на сегодня. Не будем сильно затягивать. Посмотрим, есть ли сегодня баскетбол. Германию не буду разбирать. Это Армения-Вердер. Они могут и 0-0, и все что угодно. Германия в последнее время стала барахлить, моросить. Значит, сегодня у нас в Европе несколько матчей интересных. Локомотив-Кубань-Трент. Здесь просто победа Локомотива. Они играют дома в Краснодаре. К сожалению, попадая когда в Краснодар, не попадая на баскетбол. Но надо как-нибудь съездить, посмотреть. Хотя неудобное расписание электричек. Кто в Сочи живет, чтобы уехать в Краснодар, первый электричек идет в 6 утра, в 6.30 как-то. Даже на маршрутке еще можно не успеть доехать. И обратно из Краснодара тоже приезжаешь в 11 вечера, и ты уже не можешь добраться домой ни на чем, кроме как на такси. В общем, дебильное расписание. И привет Владимиру Якунину и РЖД, который долго возглавлял. Более дебильные организации, чем при Якунине. Последствия моих друзей, которые там работали, они их жизни не видели. Ну ладно, это отдельный разговор. Значит, у них сыграет с Гран-Канария, партизан Левалуа. Морабан, Кондора играет с Мордом. Ну, короче говоря, первый матч Локомотив-Трента. Здесь что? Здесь надо просто идти по четвертям, надо идти по, имейте в виду, третий четверть меньше 20, меньше 40. Надо ждать. Но для этого должны быть определенные условия, которые в группе я озвучу. Вступайте в группу, будем в лайве, будем ловить, 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 еще раз ловить. Наши любимые вторые четверти, третьи четверти, четвертые четверти. Напоминаю, баскетбол начинается с четвертой четверти, но Локомотив-Кубань, конечно, можно рассмотреть, что, как правило, эта команда в первой четверти набрасывает очень много очков. Давайте вот откроем, посмотрим, значит, Локомотив с Трентом. Они играют в одной группе, 5 игр, они по 5 игр провели. Локомотив на третьем месте, кровь из носу нужна победа. Трент идет, это Италия, по-моему, у нас. На первом месте их нужно обыгрывать. Обыгрывать, чтобы идти дальше. Левалуа на втором месте. То есть, три поражения у Локомотива, и у Трента всего одно поражение. Локомотив должен их обыграть. Я надеюсь, и... Локомотив сыграл, думаю, две игры, одну выиграл, одну проиграл. Коэффициенты на победу Локомотива здесь 1-0-9. То есть, ну, вот, вообще ни о чем. Поэтому победа в первой четверти, скорее всего, Локомотив. Они играли в 2018 году, 97-69 Локомотив выиграл. Открываем первую четверть. 29-16, ну, вот, пожалуйста. Локомотив – это команда первой четверти. Первая и последняя, они его проводят ударно. 20 и более там. Ну, там, скорее всего, букмекер будет давать, типа, 23 больше. Вот такие новости, такие, значит. Уникс аналогично тоже. Уникс часто в первой четверти делает такой упор на первую четверть. Забивает много в первой четверти, но не факт, что он ее выиграет. Вот, и они с Гран-Канарии постоянно играют. Много раз они с ней встречались. Вот, но играя, значит, в 15-м, в 11-м году, ну, это было уже давно, значит, 22-21, вот, уникс опять проиграл, но первую четверть больше 20. И в 11-м году они играли, значит, первую четверть вообще 12-14. Ну, уникс тоже уникальная команда, может сыграть как угодно, как угодно. И первую четверть могут вообще, вот, могут и 14 очков набрать. Ну, тогда надо начинать баскетбол со второй четверти в этой, в этом противостоянии Гран-Канарии уникс, а то и с третьей. Вот, повторюсь, там базовая ставка у нас в баскетбол, это вторая и третья четверть. И четвертая тоже, после того, как какая-то команда набрала большое количество очков, она просто отдает четвертую четверть, скорее всего, той команде, которая, чтобы подсосить пилюлю, дает выиграть хотя бы одну четверть, как правило, последнюю четвертую. Вот такой вот прогноз КХЛ я освещать не буду, потому что КХЛ сейчас лотерея, и очень много слива и не захода. Приглашаю всех вступить в мою группу. В WhatsApp за 250 рублей прекрасное живое общение, около 100 человек у меня сейчас в группе. Люди приходят, уходят, кто-то пропивает все деньги до 8 марта и нечем заплатить за продление группы. Можете добавиться бесплатно в телеграм-канал, там мало общения, но там все ставки, как правило, я скидываю бесплатно. И также прошу, кто хочет играть в баскетболе, зарегистрироваться по ссылке, закрепленной в комментариях, используя мой промокод в Млбете. Млбет предоставляет феноменальные такие ставки, как Супер Татал и Супер Фора. То есть, если вы берете, например, сегодня Локомотив Кубань в первой четверти больше 21,5, они наберут 20 очков, у вас возврат денег. Ребят, да, у вас возврат денег, если ваша ставка не сыграла. Такую опцию предоставляет Млбет. Или, например, вы берете фору на Уникс, и она у вас не заходит в полтора очка. У вас возврат денег. Поэтому Млбет, Млбет, еще раз Млбет для игры в баскетбол. И вступайте ко мне в группу, будем вместе лавить. Я всегда на связи, всегда на телефоне. Пишите мне на WhatsApp, добавляйтесь ко мне в группу. И всем привет из Сочи. В Сочи сегодня хорошая погода, но пока еще прохладно. Светит солнце, вчера был дождь, вчера было где-то 6-8 градусов, сегодня уже где-то около 10. Вот такая в Сочи весна. Март, как правило, холодный, прохладный. И в апреле уже будет плюс 25. Всем удачи! Жду всех у себя в Телеграме, в WhatsApp, в ВКонтакте, в Одноклассниках и в Ютьюбе. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует...